Это как орган осязания и как орган, с помощью которых она может определить размер трубы какой-то. Когда мы делаем операции на голове у кошек, наш анестезиолог, он очень трепетно относится к усам и говорит, что кошкам ни в коем случае нельзя сбривать усы. Ну и собакам тоже. В общем, это орган осязания, это очень важно. То есть, если вы сейчас стол потрогаете, закрыв глаза, потом стену, закрыв глаза, то вы поймете примерно, из какого материала создано это дело. Вот у кошек у них эти чувствительные волосы, вибрисы, они есть по всему телу, и у собак тоже. Плюс, так как кошки зачастую могут залазить в какие-то узкие пространства, именно с помощью этих вибрисов кошка понимает размер этого пространства, что пройдет она туда, не пройдет. То есть, это как орган осязания и как орган, с помощью которых она может определить размер трубы какой-то или норы, в который она заходит. Ну, в общем, это очень важный орган. Это волоски, на конце которых волосяная луковица имеет очень много нервных окончаний. Это очень чувствительный волос, вот. Поэтому они периодически выпадают, меняются, как и любые другие волосы, вот. Но все-таки мы рассматриваем это как орган осязания. Да, это нормально, это нормальный процесс линьки. Ну, то есть, волосы выпадают, волосы вырастают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова